Такие нежные романтичные образы. Эта коллекция вечерних нарядов дизайнера из Черкеска Натальи Лопатиной получила специальный приз международного фестиваля моды Roma Fashion Week, прошедшего в октябре 2015 в Италии. В этом году исполняется пять лет студии моды, которую создала Наталья. И за это время молодой дизайнер, а также ее воспитанницы достигли немалого. А все началось с мечты. Еще будучи подростком, Наталья хотела стать моделью. Но родители были уверены, что модельный бизнес – это не для их ребенка. Главное – образование, говорили они. После окончания 11 класса она поступила в Ставропольский технологический колледж. Спустя четыре года получила диплом по специальности модельер-конструктор-предприниматель. Потом все же покинула родные края и поехала работать в Москву. Я поехала в Москву, работала в ателье, устроилась в очень хорошем престижном ателье. Вы знаете, судьба меня настигла. Случайно услышала объявление по радио, чисто случайно, что набирается, тут же звоню. И на следующий день я уже прошла у него кастинг, училась моделью два месяца. Мы проходили обучение в школе Вячеслава Зайцева. Это, конечно, был высший пилотаж, я всему научилась. И, в принципе, на основе школы Вячеслава Зайцева я уже в дальнейшем создала школу у нас в Черкесии. Осуществив свою мечту, она вернулась домой в Карачево-Черкесию и уже здесь создала свою студию моды. Как о дизайнере, Наталья заявила о себе в 2011 году. Первый ее показ состоялся, можно сказать, в кругу друзей и близких. Коллекция для детей «Меховые соблазны» получила тогда много восторженных отзывов. Это было только начало. Спустя год Наталья Лопатина уже участвовала в отборочном туре международного конкурса «Лучший дизайнер СКФО», членом жюри которого был ее наставник Вячеслав Зайцев. Тогда коллекция нашей землячки «Новогодний коктейль» заняла второе место в номинации «Светский раут». На этих показах работы молодого дизайнера из Черкесии увидела и директор конкурса «Кутюрье года» Зульфия Гадаева. Это женщина, которая мне дала зеленый свет в дальнейшем. Она очень мне помогала и помогает до сих пор. Мы с ней очень сдружились на этом конкурсе. И там был председатель жюри Вячеслав Зайцев. Естественно, увидев и узнав, что он там будет, я не смогла отказать и поехать. И я думаю, что именно этот конкурс, который проходил в Кисловодске, дал мне такой толчок, чтобы двигаться дальше. После этого меня заметили и пригласили в Италию. Я поехала в Италию, и мало того, я повезла своих детишек. Показы в Италии о таком начинающий дизайнер из маленькой Карачао-Черкесии могла только мечтать. В июне 2013 года Наталья и ее воспитанницы приняли участие в показах международного конкурса «Подиум у Средиземного моря». К этому фестивалю она готовилась полгода. Тончайшая, кропотливая работа, каждое платье расшивала вручную. Эти наряды для тех, кто ценит изысканную красоту. И эту красоту оценили представители модной индустрии Италии. Шесть раз во время награждения участников конкурса звучало название города Черкеска. С дипломами домой приехала не только Наталья, но и ее юные модели. Спустя два года наши землячки вновь были приглашены в Италию. В октябре прошлого года в историческом дворце XVI века в центре Рима состоялось знаменательное событие в мире модной индустрии – конкурс и показ Roma Fashion Week. В этом фестивале приняли участие дизайнеры одежды, фотографы, визажисты, призеры региональных отборочных туров из разных стран мира. На этой интернациональной площадке в числе других начинающих дизайнеров свою коллекцию представила и Наталья Лопатина. Коллекция получила специальный приз фестиваля. Поездка в Италию подарила ей и ее воспитанницам много положительных эмоций и впечатлений. Кроме того, она познакомилась со своими коллегами из Италии и России. Я была просто очень счастлива, узнав такую новость, что у меня есть такая возможность поехать в Италию и побыть на неделе моды. Потому что каждая девочка мечтает быть моделью, тем более неделя моды – это что-то невообразимое для каждой девочки. Огромное спасибо хочется сказать Лопатина Наталье. Она стала для нас второй мамой. Студия моды Натали – это наша вторая семья, поэтому вот благодарность. Девушки по приезду домой начали готовиться к новому показу. 9 января этого года в Республиканском драматическом театре состоялся фестиваль моды и творчества «Мы вместе» организованной Натальей. В нем приняли участие дизайнеры, парикмахеры, фотографы из Москвы, Карачао-Черкесии, Чеченской республики, Краснодарского и Ставропольского краев. А также генеральный директор и правообладатель бренда Roma Fashion Week Татьяна Генкина и финансовый директор бренда Виторио Апрели. После модных показов мы встретились с организаторами конкурса Roma Fashion Week и попросили рассказать о сотрудничестве с нашей землячкой и поделиться намеченными планами. Сразу, конечно, я увидела в Наташе не только талантливого дизайнера, но и прекрасного организатора. А это, кстати, сочетание, которое очень результативное может быть в нашей деятельности. И отношения сложились хорошие, и видела желание расти, понимаете, когда дизайнер, да, или молодой, или не очень молодой, но он понимает, что есть куда идти, и есть это желание. Вот это в Наталии Лопатиной есть, не отнять, и это очень ценно. Я думаю, что мы вообще в начале пути. У нас столько задумок. То есть это проект, конечно, который будет расти не только вширь, но и вглубь. Об этом можно отдельно говорить и много. И мы как раз вот, имея здесь команду, благодаря Наталии Лопатиной, здесь мы собрались хорошей командой, мы обсуждаем как раз проекты развития. Ну, это Roma Fashion Week, то есть неделя моды в Риме, но в таком более масштабном ракурсе, более масштабном измерении. Мы не будем рассказывать о всех наших задумках, и их много. Кое-что начнем притворять уже с этого года, и у нас много планов и программ. Представители дома моды Пьера Кардена, которых мы пригласили в жюри конкурса, заинтересовались Roma Fashion Week. Наше сотрудничество, надеемся, будет продолжаться. На пресс-конференции, прошедшей в рамках конкурса, было озвучено, что следующим этапом развития будет встреча призеров нашего конкурса уже на показах дома моды Пьера Кардена во Франции. Это только начало, проект масштабный, у нас еще много задумок. Наталья стала официальным представителем Roma Fashion Week на территории Северокавказского региона, Армении и Азербайджана. Следующий этап – создание модельного агентства. Это совместный италороссийский проект. Мы подбираем модели. Это будет Академия моды. Не то, что модельное агентство, Академия моды Roma Fashion Week. Оно так будет называться, уже название. Это будет больше, немножко, чтобы и так не пугать, это будут проводить мастер-классы знаменитых моделей. Будем приглашать, они будут проводить мастер-классы. Это будут фотографы, которые будут учить девочек правильно позировать, правильно работать. У всех есть шанс туда попасть, но просто нужно готовиться. И мы будем в этом помогать. Я ищу девочек, готовлю, устраиваю мастер-классы. А в Италии уже Татьяна Генкина, руководитель этого проекта, она уже дальше продвигает. Конечно, во всех творческих начинаниях Наталью поддерживают юные модели. Все коллекции модельера на подиумах демонстрируют эти талантливые девочки. Они и сами не раз завоевывали награды на различных престижных конкурсах. Когда-то они со всем малютками пришли в студию, а теперь стали настоящими красавицами. Что хочу сказать о девочках, что приходилось работать с моделями и высокого уровня, которые востребованы в журналах всего мира, скажем так, от Китая до Испании. Они очень достойные девушки. Сегодня студия моды Наталии – это творческая мастерская, где девочек учат не только демонстрировать наряды на подиуме. Они проходят мастер-классы по актерскому мастерству, хореографии, искусству речи, истории моды, рукоделию и вокалу. Пожалуй, уже ни одно торжество в городе Черкесске не обходится без выступлений этих маленьких звездочек. Они участвуют в модных показах, поют и танцуют. Я вижу, знаете, как детки меняются. Ведь у нас многие 4 года занимаются в студии, кто-то 2 года занимается. В основном 4. И я вижу, насколько они изменились, насколько они хотят открываться. И они, скажем так, 14 лет, они уже совершенно не такие, как их ровесники. Они много знают, они много увидели. Но они, конечно, трудятся. Я не могу сказать, что им все просто достается. Все задуманное свершилось. А ведь еще пару лет назад, когда Наталья открывала студию моды, многие говорили, что это не перспективное направление развития. Сегодня Наталья и юные модели готовятся к поездке во Францию, на показы, в которых в качестве судей будут участвовать представители торговой марки «Перк Орден». А в 2017 году их ждет поездка в Венецию.